канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравлю да 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 уважаемые друзья вы не ошиблись у нас сегодня новый герой здравствуйте евгений здравствуйте евгений но у нас так скажем мы решили расширить грани нашего канала и вот познакомились с тобой с таким прекрасным мастером который работает в таком жанре мне наверно неправильно я скажу джаном не фэнтези да же ты можешь рассказать но это скорее сай-фай миниатюры точнее то модели мехов в частности вот например один представитель этих мехов это гандам же я как вот вообще что это за мир такой ну это вообще изначально появился чуть ли не семьдесят восьмом году видимо потом стали снимать аниме-сериалы большом счет все эти аниме-сериалы является ничем и нам как дорогая пафосная реклама сборных моделей вот таких вот замечательных роботов скажи пожалуйста можно чуть чуть поподробнее как вообще это вот модель она собирается как она вообще ну скажем так вот для наших подписчиков мы привыкли работать там с танками самолетами здесь вот как это все происходит это тоже литники и да да по сути на самом деле та же самая модель для сборки но в отличие от обычной стендовой модели она собирается у нас зачастую на защелочках да конечно мы иногда приходится шпаклевывать под подклеивать но опять же все это для создания большего эффекта там для пущего реализма как у нас говорят ну и сегодня наверное мы начнем с тобой новый проект да так что уважаемые друзья следите обязательно за работой евгения все будет у нас не только на нашем канале еще на сайте жизнь скажи вообще ну назовем давай как это наш проект но давайте прямо такую назовем по названию грейс кастом это собственно как раз название даже не правильно будет не мех будет доспех мобильный то есть в каждом доспехе и сидит пилот который управляет вот так даже ну да все так сложно но в наших выпусках наверно мы больше познакомимся именно со строением как что там вот в этом мире сложном у вас ну а начнем мы что делать тоже как но у нас его сегодня мы начнем украсть ну поскольку долю собрана в принципе не знаю там дом как раз в процессе уже видео возник вопрос и и на них я с удовольствием отвечу а вот по по сборке один еще вопрос собирается ты говоришь он без клея да на защелочках на защелках а также вот облой там существует да все это есть но это все тоже так же чищается как на стендовых модель также без проблем убирать с помощью наждачки с помощью надфилей и прочих вещей то есть в принципе вся механика такая же как и у модели по сути да то есть нам процесс сборки в целом почти ничем не отличается ну что друзья теперь мы перемещаемся на наш рабочий стол и начинаем новый проект также же не развить вас поздравить снова с почином и так уважаемые друзья вы видите его вот в таком пока виде он собран ничего с ними не делали это скажем так из коробки он собранный покрашен он именно пластик да на самом деле там это просто цветной пластик он даже не крашен просто пластик цветной на самом деле зачастую японский металлист про собирает модели и проливают швы расшивкой то есть также есть такая же функция как вот у самолетчиков я извиняюсь тащи самолетчики да авиаторы авиаторы как у наших авиаторов также можно сделать расшивку да клёпочки тоже присутствует будут и клёпочки тут и линии расшивки причем некоторые даже вырезать кастомную расшивку вот так даже да жена вот сейчас он в таком виде сейчас ты его будешь как этот доспех раздевать да или как ну да то есть вы и сегодня на самом деле планируем покрасить именно саму основу доспеха то есть то что находится под броней то что находится под броней да это как мы называем так скажем остов или рама остов рама фрейм все понятно ну что давай тогда будем раздевать сейчас покажем что у нас получилось легкий стриптиз и так друзья вот мы вот так это как евгений сказал легкий стриптиз был да но он был за кадром все самое интересное мы оставили собственно как раз большая обнаженная натура то есть вот так выглядит постов самого воина вот этого да скажем не человеку с самого доспеха 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 ну что друзья мы сейчас приступим же как правильно здесь все то же самое как у модели и надо грунтовать обе ну да вообще смысл такой же то есть мы сначала обезжириваю пусть грунтуем и уже дальше наносим цвета то есть от цвета уже есть какая-то вот градация по цветам то есть есть соблюдение вот исторической какой-то ну да то есть так называемый бэк канон и прочее есть тоже имеет место быть на самом деле как раз один из плюсов вот сайфая в том что мы можем красить там как нам захочется то есть какие-то основные до каноны а уже здесь вы уже на самом деле смотреть на эту модель хочу придержаться именно такой классической схеме то что она была покрашена с небольшими скажем цветовыми изменениями ну что тогда идем за стол и начинаем уже работать и так вот у нас на рабочем столе уже совсем хотел сказать с членом когда когда полнейший члененка руки ноги голова или доецкая халва вот в таком виде да нужно производить скажем 10 уже по обезжириванию и пом скажем так грунтовки потому что вот на такие маленькие детали наделиться для того чтобы все четко покрасить не ну скажем тут скорее больше для собственного удобства чтобы можно было да действительно все прокрасть причем большом счет тут же у нас скелет состоит из разных материалов и разных элементов мы соответственно чтобы придать разные фактуры материал будет краситься это по отдельности ну просто это удобнее будет ну а обезжиривать тоже надо да да кстати говоря его сейчас возьмем обезжиритель от авроры и пожалуй приступим к обезжириванию и к одеванию этого всего добра на шпажки под покраску да кстати же можно вопрос вот я вижу у тебя шпажки это самостоятельно у тебя да да не покупал скажи пожалуйста как можно сделать сам делается это на самом деле очень просто в крокодильчике вот обыкновенный радиотехнические крокодильчики продается в любом магазине радиотоваров по сути либо на любом строительном рынке шпажки в любом не знаю продовольственном магазине для кулинарных изделий для шашлыка дальше все дело крепится с помощью например с помощью суперклея все подклеивала и поджимал пассатижами еще те интересные подставочки да такая вот который ага и и в принципе сам тоже сделан да я видел у японцев вот такие подставки они тратят кучу денег ну да в принципе были бы деньги там не знаю лишние я тоже купили да причем она тоже сделана из картона банально нарезано полосочки и склеены между собой на повар как раз очень удобно но опять же плюс подставки в отличие от пенопласта в том что используем когда краски инсольвентной основе 646 растворителей они у нас будут растворяться используйте красок с картоном же у нас ничего не произойдет то есть конечно будем поливать водой так и начинаем обезжиривание да как считаешь что так обезжиривость все-таки нужна нет ну к большому счету летит у нас везде одинаковые и вот этот разделитель который наносится на форму не знаю силикон и прочие вещи они не способствуют хорошему удержанию краски на поверхности итак уже мы друзья мы сейчас это все дело так скажем обезжири и вы увидите уже следующий этап и так же мы уже все обезжирили вот такой у нас бамбук вылез получился но да ты маленькая япония все у нас уже на шпажках так дальше какие здесь а дальше смотрите мы подготовим базу вот часть элемент нас будет краситься в металлике поэтому крас под металлики на самом деле идеально подходит черная база это полутора тысячные грунт от мистера ход в принципе то же самое только он был баллоне я строила для более удобного использования будем делать базу из металликов а дальше будем работать цветными лаками жестко ли пожалуйста такой вопрос у меня возник сразу как мы красим свою модель используя такую такую технику которая называется пришелить да вот здесь вот есть что-то подобное да конечно почему это популярная техника она довольно часто используется напишет будет чуть позже скорее всего при покраске брони и то что ты используешь под металлик то обязательно кладешь именно вот этот черный грунт да потому что красный металлик становится более сочным более ярко выраженным но и плюс не довольно такая мелкая фракция так что из-за этого металл выглядит действительно как металл простить за тавтологию и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И уже поверх него надуваем цветные лаки Уже поверх металлика Да Ну сейчас вы все это увидите Друзья, давайте посмотрим Как это делается Вот это вот новая техника Она в принципе у нас в машинах не используется А используется как раз в построении Например, такого робота, как у нас Точнее не робота, да? Да, от оспеха Сейчас нас ругать будем Сейчас набегут фанаты и будут прям закидывать нас тапками Вы уж извините, товарищи фанаты Для меня это, во-первых, это новое Ну, мы будем вникать в это, я вам обещаю А разводишь ты эту краску? Ну, на самом деле, можно разводить родным растворителем Я разводу это 646 растворитель То есть, с пластиком все нормально? Да А вот красочка та, которая металлик, ты говоришь, золотая Это что у тебя? А эта краска, на самом деле, была куплена тоже в строительном магазине Просто тут действительно очень такой сочный Очень насыщенное золото получается Они, ко всем прочим, очень мелкий пигмент То есть, это как из баллона, ты сдал? Да Да, еще, вот давление у тебя какое? Да, это давление стандартное В принципе, порядка полутора атмосфер на все Цвет получается Да, и правда, ты говоришь, помол такой вот То, что нужно Причем, на самом деле, тоже нужно дать должное Краска довольно дешевая Если по сравнению с той же самой, не знаю С суперметалликами от Гонзы Ты пообещаешь нам, да? Да Чтобы вот Очень будет интересно Все же, что это за краска И вот, может, если у тебя останется там баллоны Или фотография этого баллона Мы тогда обязательно попробуем Да, хорошо Так вот, друзья, давайте посмотрим Такой вот Насыщенный цвет Правда, металлический Такой золотой прям, да? Дорого-богато Да, богато смотрится И сейчас вот Женя Будет делать такой Кэнди-эффект Угу Это красочка От Мистер Хобби, да? Да Это называется как лак, да? Ну, вот, скорее цветной лак, да, не краска Цветной лак, да, не краска 48-й Ага И ты сейчас будешь покрывать вот сразу И защищая слой, получается Ну, да, параллельно И как раз, придавая ему Большую, еще большую насыщенность И еще большую глубину Сейчас как раз мы покрываем вот этим лаком, да? Да Жень, скажи, пожалуйста Вот я знаю, что с баллонами надо очень аккуратно работать Вот вообще, наверное, а с такими баллонами Вот так Кто вот сбываешь эту краску, да? Ну, на самом деле, да Любая новая краска В принципе, лучше, конечно, попробовать Либо на куске элитника На ненужном Либо на какой-нибудь ненужной детали Либо вообще, сам бюджетный вариант Самый такой оптимальный, наверное, вариант Это ложки пластика На ложках, да? И вот ты говорил, что с баллона Если новичок начнет красить Даже пластик может Да, причем краски Они абсолютно непредсказуемы Особенно если новые Так что, в любом случае Желает, крайне желательно делать и выкраски Ну, друзья, я вам сразу скажу Что дома Такие вот используют Эти краски Конечно, надо Хорошо проветренного помещения Все-таки запах Он никуда не уходит, да? Ну, вообще запах имеет место быть На самом деле, по-хорошему Можно использовать вытяжку для этих целей Ну, хочу вам сказать Не знаю Сейчас передает на камеру или нет Но цвет и правда становится Вот таким, как карамелька Глубину цвета он очень подчеркивает Да? Вот он тогда Ну, вот да Причем, на самом деле Это пока первый слой цвет Цветного лака Сверху Еще для большей глубины Например, для большего такого Карамельного эффекта Можно надуть Чаи глянцевыми лаками Которые впоследствии Даже можно еще и повернуть То есть, ты последующий Еще будешь закрывать Еще глянцем, да? Ну, тоже будет Зависит от обстоятельств Ну, такое бывает, да? Ну, да В принципе А полируешь ты вот лаки Как чем? Ну, либо автополирует Либо, на самом деле, Томиевские пасты Компаунды есть Потому что используют автомоделисты Часто ими пользуюсь Тоже такой важный момент При работе с лаком С цветным Да вообще с любым лаком Мы сначала надуваем На поверхность сухой слой То есть, при Относительно невысоком давлении Даем минимальную подачу краски Благодаря этому У нас как раз на поверхности Появляются Своеобразные икорьки Своеобразная такая Маленькая шагрень За которую краска зацепляется И ложится уже нормальными слоями То есть, сначала ты так Чуть-чуть, да? Да, сначала слегка припыряем И потом уже наносим До глянца То есть, как мы говорим Намокнуть Ага Именно так вот оно и происходит Так же, это уже у нас белый идет Да А у тебя тоже Нет, это уже Ганза, но он же Мистер Хобби Суперметаллики Получерная база Вот у нас сразу такой-то Насыщенный Сочный Очень красивый цвет Жень, вот такой вопрос Да, вот как новичкам Откуда ты знаешь Как красить Вот это вот белым Вот это желтым Вот эти вот металлики Не, на самом деле Просто исходим из соображения логики Грубо говоря Там у нас поршень Соответственно, это рабочий элемент И он должен быть блестящим Не знаю, металлическим Хромированным То есть, вот То есть, в принципе Там, не знаю Проявляем немножко фантазии И все Ну, опять же Иногда в помощь приходят Всякие разные артбуки Либо изображения Тех же самых роботов Мехов Из интернета Либо на аниме Да, человек смотрит Ну, да И там уже как-то Вообще, надо фанатом Быть этого дела Да, что-то как бы Поднимать Вообще Где трущаяся деталь Где она Скажем так Ее видно вообще не будет Да, на самом деле Это скорее даже Не столько фанатам Сколько Немножко инженером Так что, друзья Это не все так просто Женя, а вот серебряные детали Мы еще Скажем так Ты кэнди эффект На них не делаешь Да? Просто лаком будешь подрывать Ну, на самом деле Я скорее делаю базу И потом я буду Вот дуть Да, появлять Не знаю, как правильно Цветные металлики А уже прям вот На берегу То, что они Просто чуть поярче были И опять же, в случае Небольших сколов У нас будет такая Довольно интересная база Металлическая То есть, друзья Мы здесь приоткрыли Завесу тайны И теперь мы понимаем Что у нас На нашем доспехе Будут сколы, да? Ну, да Ну, на самом деле Синякты у нас будут, да? Да, конечно Я все жду и не дождусь Когда мы начнем работать В какой-нибудь серии Над оружием Очень мне нравится Как выглядят Ударных доспехов Именно оружие Ну, прямо они такие Да, рыцарские Рыцарские топоры Мячи Это все Да, это все Для ближнего боя Вот там можно оторваться Уже по полной Некоторые говорят Там же может быть Не только масло Ну, разумеется Но и масло Масло из людей Напомним Просто в этом доспехе Пилотом является Все же человек Сейчас, Жень Я смотрю Ты перешел уже На красный цвет А это что за краска у тебя? Это Тайный из баллона ТС-39 Цвет называется Микорет Если не ошибаюсь Название у него То есть Это тоже Стравый из баллона Да На самом деле Такая существенная экономия Тоже в плане Красного краски Потому что Не знаю Вам нужно пшикнуть Маленькую деталь Понятное дело Что если из баллона Вы сделаете пшик Краски уедет гораздо больше Чем на этот же пшик Из аэрографа И сейчас ты вот эти поршни Начинаешь То есть у тебя была подложка Такая Да Что на самом деле У металликов Фишка интересная Очень сильно Очень многое зависит От цвета подложки Грубо говоря Если будем носить Немножко на другую базу Цвет тоже будет отличаться Теперь можно вот так вот Поставить Давай посмотрим Вот так вот Переперевернение Ну скажем так Воздействуют друг на друга Нормально Да Ну то есть Мы при желании Мы можем смешать Так же наносить друг на друга На самом деле Наносить друг на друга Мы можем совершенно Разные краски Грубо говоря Мы поработали эмалью Потом сверху Надуваем уритановый лак И сверху Не знаю Делаем смывку акрилом И все это тоже работает Просто тут фишка в том Что для этих целей Лучше использовать краски На разной основе Грубо говоря Уритановая Эмалевая основа Будь то тамеет И акриловая Какая-нибудь основа А вот первая Какая нужна А это тоже на самом деле Зависит от личных предпочтений Удобствует Кто с чем привык работать Ну опять же Такая классическая схема Это у нас Не знаю Акриловая база И эмалевая смывка Либо наоборот Эмалевая база И смывку же акрил Просто чтобы накраска Не оказывала Негативного влияния На другую Уважаемые друзья Это я обращаюсь Вот именно К тем людям Которые первый раз Насмотрят Сейчас Фанатам Скажем Бандая Вы обязательно Комментируйте Ставьте лайки Да Это будет Так скажем Подписывайтесь на канал Высшая оценка Нам Нашему мастеру И скажем так Комментируйте Не стесняйтесь В комментариях Пишите Потому что где-то Скорее всего Я-то точно Могу ошибиться Вот Ну поправляйте нас Мы справимся И так же Переходим Теперь к синему цвету Да Это вот То что написано На баночке Да Семь и шестой Да Это он самый Металлик Блю Он тоже В принципе Полупрозрачный Если Тоненькими Слоями Где Ее Пожише Развести Сейчас Мы будем Красить Вот эти Двигатели Да Правильно Двигатели Да Это двигатели Которые у нас Стоят в ногах Одни Из двигателей Ох Какой Прекрасный Цвет Ты посмотри Он так Даже Цвет Какой-то Морской волны Сначала Да Такой Цвет Субару Скорее Субару Субару Точно Ну я не знаю Камера Наверное Скорее всего Такого цвета Не передаст Как у нас На самом деле Есть Он прям Такой Друзья Прям Ну очень Насыщенный Такой Так что Обязательно Надо делать Подложку Серебряную Да Ну на самом деле Не обязательно Но крайне желательно Нет Ну цвет был бы другой Если бы мы Были бы на черную Или просто на белую Причем на самом деле С помощью Вот этой Серебряной краски Можно делать Еще и Пришейдинг А То есть Пришейдинг Да Да То есть Мы надули Как раз Те области Которые у нас Будут высветлены Светлым металликом И потом Аж вдвоем Темным металликом Сверху Ну в смысле Не темным металликом А вот Тем же самым Либо кэнди Либо металлайзером Некоторые вот Авиаторы Как раз Задача Сокла Покрасить Да Вот В реактивах Тоже Делают Такие Как это Называется Побежалось К металлу Да Ну кстати Да По поводу Побежалось К металлу Они тоже У нас будут Но чуть попозже И будут На основном Двигателе Сделаны И обгорелось И побежалось Тоже будем показывать Ну разумеется У нас же Такой рабочий Механизм Так что Друзья Смотрите Серией Обязательно Проект Евгения Будет Ну я чувствую Будет Очень интересно Особенно Работа С металликами Мне уже Интересно Женя А теперь Ты делаешь Маски Маски Так же Обыкновенно Да Само Обыкновенно Не знаю Там либо Малярный скотч Лентотез Либо Каньтами Тоже Малярный скотч Малярный скотч Маскировочная Лента То есть Ты Эту Плоскость Мы Оставляем Красный Хочешь сделать Другим Верху Хочу сделать Таким Оксидом Титана Ну что Прямо Такой Поршень Поршень Был у нас А вот Сколько Надо Примерно Ну Скажем так Краски Выставиться Чтобы Наложить Вот этот Скотч Да я Честно Я особо Не задавался Этим Вопросом Ну А не Быстро Но Она Довольно Быстро Стоит На Отлип Да Так что Вполне Сто Можно Нормально Нанести Особенно Не усердствовать И не оставлять Скотч На неделю Нанесли Покрасили Почти Сразу После Посыхания Отлип Сняли Ну Ну А Ну 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 На самом Деле Некоторые Элементы В принципе И На Самой Броне И Это Это Какой Оксид Титана Такой Почти Как Белый Но С Легким Углом Желтизну Это Граняющийся то есть вот в принципе работа с металликами у нас здесь было сегодня показано и я так понимаю что по ним еще будут смывка же да да разумеется то есть вот как раз мы сделаем мы смывку и небольшой такой эффект потертости эффект масла смывочка будет для увеличения контрастности ну вот например она просит сама то что мы поршни ну да не знаю при желании опять же можно будет нанести на те же самые двигатель на поршни технические надпись с помощью декалей что тоже в принципе так раз все убирается на ваш фантазия но пока вот мы с вот с этими деталями заканчиваем да итак друзья настало время показать как делается смывочка именно скажем так на роботе или на детали от и робота еще раз повторюсь доспеха да давайте покажем что такое смывка вообще что есть смывка чего нужно как раз в предыдущем эпизоде мы обсуждали тему что тут все таки немножко не стоит контрастность то чтобы разделить детали мы сейчас и воспользуемся смывкой у тебя вот я смотрю смывка от газа туда то есть некоторые пользуются все-таки автами у тебя такой линейки на самом деле просто взял и по случаю эксперимента ради и восторгить не остался у нее кисточки нет но я так понял что там есть шарик да вот этот как раз несомненный плюс потому что она позволяет поднять пигментом то что мы там не вспомните который у нас очень сильно седает на самом деле смывка крайне затейливый процесс даже сказал бы медитативный мы касаемся углубления проливаем детали в конечном итоге получается вот такая красота но уже лак здесь не надо использовать нет в принципе там в конце его можно все-таки использовать для закрепления общего эффекта на тоже будет скорее всего на готовой модели сделано нет а вот когда ты используешь именно смывку но тут тоже на самом деле зависит от краски понятное дело что на матовой поверхности у нас будет собираться и корректно стекаться она не будет тут у нас поверхность она глянцевая в большинстве своем нам позволяют это уже сделать так что он спокойно растекается сейчас второй видны разницы но на самом деле может там показать крупноплановым дел может попробуем только то есть как она со смывкой как она без смывки вылет и потом уже пролить сразу же и так же мы сейчас уже приступаем непосредственно к фрейму да да то есть мы сейчас начнем украсть некоторые элементы которых у нас будет немножко выдваться из основного цвета для того чтобы визуально разбить модель на некоторые составляющие то есть у нас грунтовка все уже закрашены не можем делаем тот цвет который уже будет непосредственно до стебель обратить внимание то есть если мои элементы из металла красили грунтовали черный да то ведь у нас за грунтовку стандартный серый цвет краску у тебя как краска у меня будет сейчас скажу по 14 номер да и угадал это на ганзы ноябрю по моему томик какой то же такой акрил есть очень близкий к этому цвету и у валихе дарксио блю есть цвет тоже замечательно подойдет и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что бы еще хотелось услышать но наверное следующей серии мы покажем что как смывка была сделана да и начнем уже работать непосредственно над бронем и прочими эффектами и прочими эффектами так что друзья сейчас мы поближе все покажем что у нас вышло в этой серии обязательно ставьте пальцы вверх это будет так скажем ваша благодарность мастеру ну и я думаю что данное направление я считаю что надо продолжать спасибо же не да пожалуйста было очень приятно аналогично потрудиться вместе ну и давай на заключение скажем что в принципе данной доспех да он все-таки это художественные но и да по большому счету это такой художественный вымысел и так что вот эти вот цвета у нас предоставлено самом деле это ничто не ограничит вас покрасить в другие другую цветовую схему в общем-то и то есть скажет что нет он не был серым он был зеленым смело принять этому человеку лица и сказать нет он был серым и предъявите ваше доказательство да но если вы устали от танков давайте попробуем делать вот такие прекрасные доспехи ну что друзья ставьте пальцы вверх а мы с вами прощаемся до свидания и до новых встреч до новых встреч а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА